Здравствуйте! На общественном телевидении России программа «Правда». Меня зовут Николай Матвеев. И вот тема сегодня. В России продолжают экспериментировать над пенсионерами. Вновь откладывается в долгий ящик вопрос разморозки накопительной части пенсии. Около 300 тысяч постоянно проживающих за рубежом российских пенсионеров рискуют не получить единовременную выплату в 5000 рублей. Минфин предлагает не выплачивать пенсии работающим пенсионерам, чей годовой доход превышает 500 тысяч рублей. Всё это, по мнению чиновников, поможет сэкономить российскому бюджету сотни миллиардов. Ну и прежде чем мы начнём обсуждать эту тему, говорить о пенсиях, о пенсионерах, о пенсионной реформе, я предлагаю гостям в студии и вам, уважаемые телезрители, посмотреть небольшой ролик. На нём четырёхлетняя девочка из Улан-Удэя, её зовут Маргарита, читает стихотворение о пенсиях. Почтальонша бабушки пенсию несёт, да это тётя бабушка, но мы очень ждёт дядя из правительства. Я хочу спросить, как на эту пенсию бабушки прожить. Дядя, 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 будьте так добрыми, завтра чуть поменьше, красных и крыльях, быть ворцовом поменьше, это не беда, живите с нами, мы вас ждём всегда. Бабушка хорошая, любит всех людей, бабушки на пенсии, ты расти скорее. Если не почешется пенсионный фонд, мы откроем с бабушкой пенсионный фонд. Владимир, вот скажите, вот пенсия, пенсионеры и всё, что связано с выплатами им, всегда будет нашей большой проблемой, нерешаемой? Пенсионера в нынешней ситуации не обидит только ленивый. Но ситуация ведь заключается в том, что те проблемы, которые сейчас существуют, они возникли-то не сейчас. Они были заложены в начале 90-х годов, когда наши прекрасные либеральные экономисты в корне разрушили концепцию формирования пенсионного фонда как структуры, которая бы управляла реальными государственными активами. Посмотрите, если бы СИП-нефть за 100 миллионов не отдали бы Абрамовичу и Березовскому, а если бы СИП-нефть нести в качестве установок капитала в пенсионный фонд, а потом, да, пусть пенсионный фонд бы продал «Газпрому», но уже за 13 миллиардов долларов, да, с доходностью в 13 тысяч процентов. А может быть, продолжал бы эксплуатировать. А если бы Норникель, а если бы ЮКОС, а если бы другие структуры были вложены в качестве активов в структуру пенсионного фонда, пенсионный фонд не был бы на хлебнике. Простите, правильно я понимаю, любой народ может, в принципе, свернуть не туда, но не туда сворачивать 25 лет, это надо умудриться. А вот в этом и вопрос. И вот мы сегодня, кстати, и ставим вопрос. Первое. Говорят о том, что нынешняя реформа пенсионная носила элементы ошибок. Десять лет назад нам предлагали ее как совершенно эффективно. Два варианта. Либо люди, которые ее разрабатывали, профессионально беспомощны, либо в ее разработку были заведомо заложены ошибки, которые разработчики видели, но предполагали, что к нему вернуться только через 10-15 лет. Ведь ни одна из проблем, которые говорят, почему говорят, не срабатывают. Первое. Мало людей трудоспособного возраста. Это что, открытие? Да еще в 80-е годы любой маломальский грамотный специалист в области народного населения, демограф, да, писал о том, что количество людей... Ну, к этому мы обязательно еще придем, обязательно поговорим. Соответственно, следующее. Значит, мы рассматриваем проблемы в той мере, в какой они грамотны или неграмотны, но очень профессионально не решены. Отсюда и проблемы. Ясно. Татьяна, скажите, вот я за все время, что говорят о пенсиях, ничего, в принципе, такого восхищенно хорошего, тем более со стороны народа, о пенсиях не слышал. О том, что у нас в России большая пенсия, на нее можно прожить, на нее можно путешествовать за рубеж, можно есть то, что ты хочешь, ездить куда ты хочешь, давать своим близким. Такого не слышал. Пенсии всегда ругали. Но сейчас только ленивые не ругают пенсию. Сейчас, когда говорят о сокращении бюджетов, оккупирования трат, в первую очередь начинают вести разговоры о пенсионерах. И индексации второй в этом году не будет. И говорят о работающих пенсионерах, что им не надо индексировать пенсию. И собираются отказаться от выплаты пенсии тем, кто живет за рубежом. У нас что, пенсионеры самые счастливые люди? Нет, просто к 2008 году, когда мы подошли, у нас соотношение среднего размера пенсии к среднему размеру заработной платы составляло 25%, даже 24%. За это время зарплаты росли более медленными темпами, чем росли размеры пенсии. И еще недавно это соотношение составляло среднего размера пенсии к среднему размеру зарплат составляло 38-39%. На сегодняшний день оно составляет 37% соотношение средней пенсии, вот по старости, к среднему размеру зарплаты. Это довольно-таки хорошее соотношение, при том, что у кого-то она еще и выше, как бы получается. И, соответственно, получилось так, что расходы на пенсионное обеспечение все больше и больше росли. Уже отказались от накопительной составляющей, потому что заморозка накопительной составляющей произошла только потому, что нет средств туда, чтобы отправлять в накопительную, потому что не хватает того тарифа, который оставался, чтобы покрыть сегодняшние расходы. У нас расходы на выплаты пенсии за счет федерального бюджета финансируются уже в размере 3% ВВП. И дальше, соответственно, есть два выбора. Первый выбор, если мы повысим пенсионный возраст, и, наконец, настроим систему на дифференциацию, то есть в зависимости от выплат, либо второй вариант, когда мы пенсионный возраст не повышаем и не вводим никакой заинтересованности в уплате взноса в пенсионную систему, не повышаем в зависимости размера выплаты от размера, от возраста, начала получения пенсии. Если мы ничего с этим не делаем, то мы постепенно приходим к уравнительным размерам пенсии. Когда мы все более медленно индексируем эту распределительную часть, мы ее уже индексируем по инфляции, в этом году проиндексировали по инфляции, на три года ближайшие по инфляции закладываем, да? То есть мы понимаем, если зарплата будет расти выше инфляции, да, то получается, что соотношение вот этой пенсии к зарплате будет снижаться каждый год. И уровень пенсионного обеспечения будет снижаться. Так это все логично. Но все-таки вот господин Ворожтов сказал, что причина в непрофессионализме тех, кто разрабатывал пенсионную реформу. Почему бы не делать это все поступательно, так, чтобы народ понимал, почему это происходит? Каждый год снижается численность платильщиков пенсионных взносов. И каждый год повышается численность получателей размеров пенсии. Это ежегодно, это как бы в 27-м году у нас сравняется численность платильщиков и численность получателей пенсии. И потом пойдет превышение получателей пенсии. Уважаемые пенсионеры, особенно тем, кому за 80, до 27-го подождите. Вот. Поэтому получается, что это неизбежный процесс. Неизбежный процесс расходы, каждый год на пенсионные обеспечения растут. И у нас есть выбор. Или мы как-то начнем стимулировать уплату взносов, повышать зависимости от выплаты пенсии. Либо мы с этим вот и дальше будем сталкиваться. Размеры пенсии будут просто снижаться относительно размеров зарплат. Это неизбежно. Мы включим мигрантов в пенсионную систему. И они будут отчислять и рассчитывать на будущую российскую пенсию. То есть огромное количество, миллионы людей, которых мы не видим. Правильно. И постоянно говорим, что у нас вымирающая страна, хотя страна просто лопается от молодых здоровых людей, которые в нее едут и едут и едут. И они не включены в нашу пенсионную систему. Нормально, не включены. Ну, можно было их и не включать в выплату. Нет, их надо включить. По поводу неучтенных. Голодец же говорил, что у нас 22, кажется, 22 миллиона человек. Вообще непонятно, чем занимаются, сколько зарабатывают и куда они платят. Это понятно, это самозанятые. И для них вообще нет статьи в законе. У нас есть малые предприниматели и люди, работающие по найму. И эти люди, самозанятые, там, маляр, например, да, или каменщик, кто угодно, занимаются ремонтами человека. Его предлагают что? Какой путь? Либо он регистрируется как малый предприниматель, что для него это просто безумие какое-то. Платит налоги? Нет, налоги-то бог с ним. Он должен, как бы, все эти вот сдавать декларации, платить на лапу бухгалтеру личному. Он думает, какой бухгалтер мне, да? Либо он должен фиктивно устраиваться на работу, эффективно получать зарплату. На самом деле, нет, не получать ничего. Он должен просто давать деньги, возвращать деньги и платить за эти отчисления какому-то мнимому работодателю, который будет переводить деньги в пенсионный фонд. То есть, система безобразна. И все-таки давайте пройдемся по мерам последнего времени. Вот как вы относитесь к вот этой единоразовой выплате в январе в размере 5000 рублей? Скажите. Ну, я бы согласился с Владимиром, что это просто очередная экспроприация. По-простому, если говорить. То есть, опять изъятие значительной части общественного достояния, общественных доходов, которые должны идти возвратно обществу в виде пенсионеров, как наиболее, в данном случае, зависимые от общества части, его, кстати, наиболее почетной части. В этом смысле, вопрос пенсии, это вопрос, прежде всего, культуры и цивилизованности. Потому что можно, конечно, вы знаете, я помню прекрасно, в 95-96 году в таких замечательных журналах, как «Коммерсант», «Власть», в газетах писали, что пенсионеры – это вообще бремя для бюджета. То есть, в принципе, берешь маму, папу на закорке и на гору Фудзияму носить умирать, потому что кушать нечем, кормить нечем. И так люди и жили. Ну, ту же самую «Спарту» только для стариков. И так люди и жили. И так люди и жили. Поэтому у нас вопрос, на самом деле, нашего цивилизационного одичания, если говорить по-простому. Это первый момент. Второй момент. Ну, конечно, с Татьяной мы соглашаемся, что у нас безобразная демография, но ею никто не занимается. Все рассказывают прекрасно нам про демографические переходы, наши записные и оплачиваемые из бюджета демографы, что с этим ничего нельзя сделать, что скоро один ребенок на семью будет и так далее. И вообще там скоро одни пенсионеры будут, и детей вообще не будет. И как бы все это нормально и так далее. Никакой амбициозной демографической политики нет. Но, опять же, с Владимиром согласен. Вы извините, любой маломальский, грамотный, повторяю за ним, в 80-е годы знал все эти кривые, снижение рождаемости и так далее, и тому подобное. Никаких мер не предпринято. Мигранты спасут Россию. Вот единственная мера. И так далее, и тому подобное. Наконец, главный момент. Осталось только мигрантов. Мы же понимаем, да, мы же понимаем, еще раз, что, конечно, это комплексный вопрос. Дать права. Это и вопрос. И обязанности. А вообще, а как мы оценим взнос работающего человека? Вот он потом до... Пенсии это, если я не ошибаюсь, от латинского взвешивание. То есть, это взвешивается вклад человека в общественную жизнь. А у нас непонятно сегодня, как взвешивать. Потому что, когда, например, один, не буду называть, известный очень телеведущий, говорит, да о чем мне говорят, я много получаю, учитель мало получает. Да он знает ли, как я и шачу? Когда у нас шоумен получает в тысячи, в десятки тысяч раз больше, чем генеральный конструктор, который кормит страну 50 лет своими ракетами, продажей оружия и так далее. Понимаете? Всех под одну гребенку не надо, мы здесь ближе к учителям. Нет, подождите, я не про вас. Я говорю про одного очень известного телеведущего, который недавно оскорбел, соответственно, педагогу. Я просто к чему говорю? Что когда у нас шоу-бизнес здесь распухает, люди получили... То есть, смысл этой пенсии очень простой. Ведь Владимир в суть сказал, люди наработали, пожалуйста, тебе Сибнефть, соответственно, Искникель и так далее. Это же поколение наработали. И они с этого должны получить. Они их создали. Они создали кур, который несут золотые яйца. И они эти яйца, хотя бы кусочки, должны получить. А этих кур передали куда-то, так сказать, на ответственное хранение. И ни яиц, ни кур. Понимаете? Поэтому дальше говорят, знаете, денег нет. Ну, кстати говоря, о яйцах. 100 упаковок яиц можно купить на 5000 рублей, которые пенсионеры получат в январе. Вот смотрите, по одну сторону баррикад, например, Антон Дроздов, глава Пенсионного фонда России, который говорит, ну, это мы сделали для того, чтобы более низкооплачиваемые пенсионеры получили эти деньги. То есть в случае индексации они получили меньшие деньги. Но опять же таки, при средней пенсии в России 12 тысяч рублей и индексации, допустим, по инфляции 15%, каждый пенсионер с 12 тысячами в месяц получил бы 1000 в месяц плюсом. В год 12 тысяч, а так дадут 5. Это вторая сторона. Как вы считаете, Дроздов со своей мотивацией тут прав, или все-таки пенсионеры, которые умеют считать деньги и свои 7 тысяч бы с удовольствием никому не отдавали? Ну, к сожалению, у нас мало кто из власть придержащих готов брать на себя ответственность. И то, что произносят большие руководители, они просто транслируют. Собственно говоря, то, что говорила Ольга Голодец, Дроздов повторил. И мы все прекрасно понимаем, что, конечно, бюджет очень существенно на этом сэкономил. Потому что, не дабы платить пенсионерам, удалось заткнуть определенный объем дыры в бюджете пенсионного фонда. Конечно, те люди, которые малообеспечены, для них 5 тысяч, это может быть более или менее существенные детали. Но мы должны смотреть на систему в целом. Нельзя смотреть на отдельно взятого пенсионера, который получает пенсию на минимальном уровне. Нужно думать о всей в целом системе, иначе мы не сбалансируем эту систему. Мы никогда не создадим справедливую, правильную, самодостаточную пенсионную систему в стране. Поэтому я думаю, что эти слова – это попытка ввести в заблуждение наших пенсионеров. Владимир, 44 миллиона человек у нас являются пенсионерами. 44 миллиона 752 тысячи. Вот видите, вы компетентнее в этих вопросах. Я округляю, простите меня, 720 тысяч человек. Почти 45 миллионов человек у нас получают пенсию официально. Из них треть работает, получают зарплаты. И вот им уже решено не индексировать пенсию. Вот как вы относитесь к такому решению правительства? Как можно относиться к решению, которое ущемляет элементарные гражданские права человека? Но прежде всего я бы хотел вернуться к тому, что мы сейчас услышали и что прозвучало. Простите, ну, сейчас секундочку, сейчас секундочку. Ну вот государство говорит, хорошо, ответ на вопрос, почему мы это сделали. Мы же создали это рабочее место, куда вы пришли работать. Получайте зарплату, если есть желание и амбиции. Давайте говорить ясно и четко. Не места созданы, а просто складываются ситуации, когда кроме пенсионера на этой работе просто некого удержать. Понимаете, в целом ряде отраслей, начиная, кстати, от педагогов, средний возраст которых уже за 50 лет. Работающих на полторы и более ставки. То есть мы находимся в ситуации, когда новое поколение, закончившее так называемые вузы, не в состоянии выполнять элементарных технических работ. Найдите слесаря, найдите сварщика, найдите монтажника. Ну и не хочет просто. Да, не хотят и так далее. Поэтому пенсионеры работают на этих. Это первое. И второе. Почему пенсионеры работают? А потому что уровень пенсии таков, что он выбрасывает их в нищету. Поэтому они вынуждены работать. Вот почему. И мы ставим их в крайне затруднительное положение. Каким образом? Ты идешь работать, тебе не платят пенсию? Но ты ее заслужил. И она тебе положена. Она тебе по конституции. Одну другим никакой связи нет. Пенсию тебе платят. Ее просто не индексируют. Не индексируют. Но когда ты перестаешь работать, тебе говорят, вот все твои проценты по индексации. Если там, допустим, за три года накопилось 16 процентов, они тут же прибавятся. Единственное, что ты не получишь маленькую набатку в виде индексации. Но тем не менее, насколько справедливо вообще, пусть и маленький кусочек пирога, но отгрызать людей, которые заслужили эти деньги. А вот давайте начнем со справедливости. В целом, то есть, я вот еще раз говорю. Вот то, что предлагается, и на то, что вы нас толкаетесь сейчас обсуждать, это частности. А без решения общих проблем мы вот в этих частностях завяжем. Подождите. Не-не-не, я не перебиваю вас. Мы обязательно от частности к общему. Но давайте сюжет посмотрим про работающих пенсионеров. А вот прежде, чем перейти к работающих пенсионерам, надо четко сказать, что поскольку мы не видим ни модели, мы не видим ни методологии пенсионной реформы, мы не видим реального прогноза. И главное, мы не знаем виновников, в чем ошибки тех, кто провалил эту пенсионную реформу. Поэтому мы можем сколько угодно сейчас смотреть эти, так сказать, конкретные примеры, как плохо людям. Нет, не плохо людям. Наоборот, хорошо. Наоборот, хорошо. Перейдем к системным проблемам. Я предлагаю посмотреть сюжет о работающих пенсионерах и узнать, собственно, как они себя чувствуют. Лидия Немьянцева главный технолог на Реткинском катализаторном заводе, что в Тверской области. А еще она пенсионерка со стажем. Всю жизнь проработала в химической отрасли на вредном производстве. Поэтому ути на заслуженный отдых могла 24 года назад, но не ушла. Несколько причин. Во-первых, хочется жить в достатке по-человечески, да, и ни от кого не зависеть. Это может быть один из главных, как бы, из главной, одна из главных причин. Второе, мне все-таки здесь интересно. Я этому производству отдала всю жизнь. И третье, это общение, конечно, с коллективом. Коллектив на этом заводе 50 человек. Из них 40 – пенсионеры. Такие пропорции на современном предприятии редкость. Обычно руководители стараются избавиться от сотрудников в возрасте. Но и зря, говорит Александр Тарарыкин. Главный носитель этого предприятия – это интеллект людей. И увольнять интеллект вместе с людьми, носителями его, ну, глупее ничего быть не может. Станок можно купить, а интеллектуальный запас нет. Редкинский катализаторный завод уникален не только кадрами. Таких производств по стране не больше 20. Его катализаторы используют в нефтехимии, органическом синтезе, азотной промышленности, металлургии и даже на атомных электростанциях. На самом деле катализаторы – это такая вещь, которую очень мало стран на свете делают. Технология катализаторов и исследования вокруг них – это то, что называется хай-тек, модным словом сейчас. Модное слово оказалось непривлекательным для молодежи. Еще лет пять назад на заводе можно было встретить выпускников химических университетов. Сейчас уже нет. Производство вредное, работа сложная и пыльная, да и ответственность большая. Главный компонент катализаторов – драгоценный металл. А зарплаты невысокие. Молодым специалистам такие условия не по душе. Вот и остается опираться только на пенсионеров. Без них, говорит директор, завод встанет. Я с ужаса смотрю, когда кто-нибудь сам захочет уйти. Это мои кошмары. Кошмары директору, увы, могут стать явью. Новые законодательные инициативы Министерства финансов пенсионерам не по душе. Как выжить на одно только зарплату или только пенсию? Львиную долю расходов занимают лекарства и платежи за жилье. Я однозначно ушла бы на пенсию. Работать я за зарплату не буду. Даже пересилив свой интерес и любовь к этому производству. Потому что уже когда-то надо отдыхать. Такого же мнения и коллега Лидии, Татьяна Козлова. Директор производства уже 12 лет, как работающий пенсионер. Коллектив дружный, здесь ее ценят. Но мысли о том, чтобы уйти на заслуженный отдых, возникают часто. Вот только заменить ее некому. Когда очень тяжело, устаешь в принципе, то с одной стороны думаешь, бросить бы и все. А потом вроде бы все в норму приходит, ты опять работаешь. Работать или уйти, если лишат положенной пенсии? Перед такой дилеммой стоит и бухгалтер с 40-летним стажем Валентина Нинаева. Если отменят пенсию, пойду на пенсию. Работу прекращаю. Почему? Ну и по семейным обстоятельствам, и по возрасту, и по всему. Такой выбор пенсионерам дается нелегко. Работа для них и необходимый дополнительный заработок, и общение, и ощущение собственной нужности. Поэтому хоть и грозятся все бросить, но все же надеются, что эксперименты властей с пенсиями обойдут их стороной. Ну, пока шел сюжет, к нам присоединился Константин Добромыслов, руководитель департамента социального развития аппарата Федерации независимых профсоюзов России. Вот что думают вообще профсоюзы? А ведь пенсионеры – это бывшие сотрудники разных предприятий, где в том числе были профсоюзы. Эти профсоюзы защищали их, когда они были рабочими. Сейчас кто защищает пенсионеров? Есть какие-то профессиональные союзы, которые защищали бы наших пенсионеров? Ну, профсоюзы всегда стоят на страже трудовых отношений. Пенсионное страхование и пенсионное обеспечение – одна из ветвей этих трудовых отношений. Трудовые отношения по существу, социально-трудовые отношения, они не заканчиваются, в общем-то, на пороге достижения пенсионного возраста, а продолжаются дальше. Потому что пенсия, в общем-то, является логическим продолжением человека, когда он уходит даже на заслуженный отдых. Или он хочет продолжить работу, достигнув пенсионного возраста. Ну, вот сейчас был сюжет о пенсионерах, которые продолжают работать. К слову, на этом предприятии обычные рабочие получают от 20 до 30 тысяч рублей, а руководящие органы получают и 40, и 50. И все пенсионеры. Все пенсионеры. И сейчас вот правительство размышляет над тем, а может быть нам вообще лишить пенсии тех, кто зарабатывает в год, там, несколько предложений, их три. Больше 500 тысяч рублей – это в среднем 43-44 тысячи в месяц. Больше миллиона рублей в год. И второе предложение, кто зарабатывает больше 2,5 минимальных размеров оплаты труда в месяц. Ну, где-то 22 тысячи рублей. То есть эти люди встанут тогда перед выбором – работать им или получать пенсию. Работать за 30 или получать 12, но не работать. Как вы считаете, вот такая постановка вопроса со стороны власти, перед пенсионерами, она вообще правомощна в правовом обществе? Ну, в данной ситуации, так как примитивно к тем людям, которые сегодня продолжают работать, я думаю, что это неправомощно. Во-первых, когда люди приобретали свои пенсионные права, им изначально говорили, что они не будут ограничены в правах в работе, поэтому они вполне как бы осознанно уходили на пенсию. Сегодняшнее законодательство, скажем, позволяет человеку не назначать пенсию, да, и продолжить работу, и у него будет пенсия расти. А люди себе уже назначили пенсию, вот, не всегда правильно ориентируясь в том, как надо, да, и продолжают работать. Поэтому вот те люди, которые сегодня уже работают, да, пенсионеры, я считаю, что здесь ни в коем случае нельзя никаких ограничений вводить, и надо давать им возможность продолжить. Другое дело, что, может быть, в будущем, если действительно такая будет возникать необходимость, да, в этом, то действительно людей заранее надо предупреждать о их пенсионных правах и о тех условиях, на которых они будут выходить на пенсию, и смогут ли они получать пенсию одновременно с работой. Вот это действительно... Давайте договоримся на берегу, будут у вас деньги или нет. Нет, Василий, у вас был ряд публикаций, если я не ошибаюсь, посвященные сравнению, как у нас и как у них там, вот, за бугром, можно сказать. У них тоже так же? Вот, если надо поправить финансовое положение страны, обращаются сразу к пенсионерам, дайте деньги. Нет, ну, конечно, в Евросоюзе стараются делать так же, как у нас. Вернее, у нас стараются делать так же, как в Евросоюзе. А почему так делается, да, почему пересматривается пенсионное законодательство? Да просто потому, что денег нет. Я довольно долго занимался исследованием греческого кризиса. Простите, ну почему бы у немцев, которые получают 1000 евро, не отобрать 200? Нет, нет. На 800-то евро прожить можно? Нет, у немцев, как раз, ничего не отберут пока. Отберут у испанца, отберут у итальянца, у грека отберут. А на секундочку, сколько там пенсия средняя? Средняя пенсия, ну, может, там очень сложно сказать, ну, где-то в районе 400 евро. 400 евро. Да, но дело в том, что пенсии очень сильно отличаются. То есть, может, пенсия, можно иметь пенсию 2000 евро, а можно иметь 200 евро пенсию. И ходить продавать билеты на улице, лотерейные. Так что очень... 200 евро, я хочу отметить, это 14 тысяч рублей, что у нас выше среднего. Да, это мало, но люди снимают жилье очень часто, понимаете? То есть, учитывайте этот момент. У нас люди живут в жилье, которое они приобрели в советское время и благодаря Советскому Союзу. То есть, то, что сейчас происходит, вполне себе европейский принцип. Это вполне европейский... То, что сейчас происходит, вполне соответствует европейской неолиберальной практике, которую все европейцы ненавидят. Это вполне, вот, соответствует именно этой ненавидимой семьи в Европе. В Европе, да. Мы очень походим на Европу, кстати говоря, гораздо больше, чем Украина. Но это наше несчастье, потому что ничего хорошего в этом нет. Потому что мы походим не на Европу социального государства, а на Европу демонтажа социального государства. Ну давайте обратимся на Восток, это же тренд последнего времени. В Китае вообще пенсии нет. Нет, в Китае есть пенсии. В Китае есть, но не для всех. В Китае есть... Вот, нет госпенсии, гарантированных каждому, кто работал, да? Нет, смотрите, дело в том, что в Китае есть целая группа населения, которая вообще нигде. И она на пенсию не может рассчитывать. То есть нужно быть, говоря нашим языком, прописанным в хорошей провинции, в городе, чтобы иметь пенсию потом. А если ты в этой провинции, в этом городе пашешь всю жизнь, но ты там официально не зарегистрирован, а зарегистрирован где-то в деревне, то ты ничего не получишь никогда. Вот суть китайской реформы пенсионной. Поэтому на восток нам поворачиваться нет никакого смысла. Нам нужно прекратить нашу собственную пенсионную реформу. Для начала. Наша реформа носит перманентный характер. Она идет с 2002 года. Ее нужно остановить, хотя бы в том виде, в котором она есть, оставить. Ничего не вводить нового. И разобраться в том, что нам нужно на самом деле. Обществу нужно. Не либеральным реформаторам, а именно обществу. Простите, четыре этапа. 92-й год, 97-й пенсионная реформа, если я не ошибаюсь, 2002-й и 2013-й. Вот где мы совершили больше всего ошибок? Да не было никаких ошибок. Это была реформа по определенным принципам. Люди, которые ее делали, никогда не признаются в том, что они совершили ошибки. Они думали, что это правильно, не создавать рентную базу для пенсионного фонда. Они думали, что это правильно. Растягивать реформу на длительное время. Растягивать реформу на длительное время, чтобы пенсионеры оплачивали все проблемы пенсионного фонда, ничего не менять. Они считали, что это правильно, что профсоюзы не контролируют пенсионный фонд, что работодатели тоже не контролируют, по большому счету, процессы в пенсионном фонде. Я вот не согласен с коллегой, который сказал, что если бы дали бы там Роснефт, например, пенсионному фонду, то сейчас у нас бы пенсионеры были бы в золоте. Нет, все было бы то же самое, все бы раскрали, сказали бы, у нас денег нет, бюджет спасай. Почему? Потому что никто бы их не контролировал. Потому что сколько ни дай, если эта система не контролируется общественными институтами, естественными, хотя бы такими, как профсоюзы, вполне естественными для общества институтами, то и реформа не спасет наш пенсионный фонд и не закончится. Спасибо. Сергей. Одна очень важная тема, которая сегодня звучала, это то, что сегодня у нас в стране очень несбалансирован рынок труда. На сегодняшний день, вот почему у нас, как говорят, и слесарей нет, не хватает, да, специалистов, которые раньше формировались в профтехучилищах. Сейчас не модно туда идти. Почему пенсионеры в сюжете работают до крайнего-крайнего состояния уже своего здоровья? Потому что они не могут жить на пенсию раз, а во-вторых, никто туда ведь не идет. Может быть, директор этого завода и взял бы молодого человека, который бы работал более эффективно, но он не хочет туда идти. Молодой человек, кстати, выучился на слесаре, у нас полно слесарей, полно сварщиков, но они работают все по подрядам, а на заводы они не пойдут, пока им не будут платить. Правильно. Здесь это одна из причин, как раз заработная плата. То есть, скорее всего, здесь надо все-таки уделить внимание реформе заработной платы. Недооцененный труд, низкие заработные платы, молодежь отказывается на низкооплачиваемые работаете, пенсионеры, получая какую-то пенсию и эту небольшую зарплату кое-как начинают сводить концы с концами. То есть, это достаточно серьезная проблема, она социальная, она касается не только пенсионеров, она касается и работников. Ну и кроме всего прочего, ни в одной стране нет столько людей, занятых в секторе госуправления, как у нас 26% работают в разного рода ведомствах. А если с ГУПами и ГУПами, там вообще получается до 40%? В цивилизованном мире 15-12%. Спасибо. Татьяна. Вся наша пенсионная система в последнее время уходит от страхового характера. Все забывают о том, что эти работающие пенсионеры приобрели пенсионные права, и что они назначили пенсию в своем, в пенсионном возрасте, на который имели право, и что имеют право на полный размер пенсии. Но вот решили, что будут индексировать, не будут вообще индексировать пенсии. В начале решили, что работающие пенсионеры, если не откажутся от получения пенсии, будут приобретать только 3 пенсионных коэффициента вместо 10. То есть у них уже даже права, то, что они работают, не в полном объеме, приобретаются за каждый год работы пенсионерам, уже здесь. Им как бы меньше дают. Дальше им уже пенсии не дегрессируют. То есть мы все ведем к тому, чтобы у нас все заработные платы, максимально какие могли, уходили в тень. Абсолютно деструктивно идет сейчас политика. Вместо того, чтобы хотя бы продифференцировать, хотя бы фиксированный размер вот этой фиксированной выплаты, которая раньше была базовой, по возрасту, например, ее. И тогда тем, у кого 70 лет, например, будет больше пенсия, чем у того, у кого 60 лет, или 55, допустим. Это гораздо справедливее. Ну, логично, как вот на работе ты приходишь, у тебя небольшая зарплата, нарабатываешь опыт. В данном случае пенсионный опыт. Это логично. В 55 лет женщина еще может иметь возможность работать, а в 70 лет она уже все равно работать не будет. И тогда логично. Можно было бы хотя бы, если мы не можем никак повысить пенсионный возраст, по политическим мотивам, каким угодно, не можем сдвинуть, но хотя бы здесь провести дифференциацию. Мы отказываемся от этого, да, и проводим совершенно обратную политику. Мы пытаемся сделать так, уменьшить, по сути, тех, кто работает, да, численность. То есть мы говорим, ну вы работаете, а если вам становится уже невыгодно работать, потому что у вас размер пенсии уменьшается, да, то вы идите в тень или просто переставайте работать. То есть мы сами выводим людей с рынка труда. То есть мы вместо того, чтобы как бы стимулировать продолжительную работу, да, мы сейчас... Сейчас, секундочку, простите, а вот они расчищают рынок труда. В стране, где люди в 17-м году остались без ничего, да, в 91-м году остались без ничего, можно сегодня вот в 16-м году сказать, вы не переживаете так или иначе, реформы реформами, но вы будете всегда с пенсией, все будет хорошо. Можно так сказать? Или вот через 3-4 года нам выйдут компетентные люди к трибуну и скажут, ребят, простите, денег нет, но вы держитесь. Я думаю, что пенсия сохранится. Весь вопрос только в индексации. В индексации, да? Насколько мы сможем индексировать, сможем индексировать ли выше инфляции? Вот это вопрос. По инфляции мы обязаны, да, и дальше будем индексировать по инфляции. Выше инфляции, это большой вопрос. Вопрос также о рынке труда. Если мы не будем создавать рабочие места, то даже и без повышения пенсионного возраста мы можем получить увеличение безработицы. Так мы должны заботиться параллельно и о рабочих местах, Они говорят, что мы не будем двигать возраст пенсионной никогда, потому что у нас будет увеличиваться число безработных. Но так мы, просто мы обратные процессы, мы все делаем так, чтобы человеку было невыгодно работать. Потому что зачем уплачивать взносы, если потом мы ему откажем в выплате пенсии. Мы скажем, ах, ты все еще работаешь, но тогда мы тебе пенсию не будем платить, пока ты не уйдешь на пенсию. У нас люди начнут умирать, так и не назначив себе пенсию. То есть все, что мы сейчас делаем, это уже не политика пенсионного страхования, да. Это политика какого-то пенсионного назначения, тогда, когда руководство решает, вот назначим пенсию, будем назначать. Не захотим, не назначим пенсию, пока работаешь. Абсолютно деструктивная политика. Юрий, по-вашему, вот эта вот откровенно нечестная игра, когда по одну сторону власть, по другую сторону пенсионеры. В итоге не откроют ящик Пандоры, потому что, я уже называл сегодня цифрой, 44 миллиона 720 тысяч пенсионеров в стране. Людей, которые должны были прийти на участки проголосовать, 110 миллионов. Пришли 52 миллиона. Ну, очевидно, что львиная доля электората, это как раз те самые пенсионеры, с которыми играют нечестную игру. Не закладывает ли мину под себя же власть этим самым, как вы считаете? Ну, я для начала открою вам одну тайну, что в следующем году будет 17-й год, на всякий случай. Да, да. То есть я к тому, что... Хорошо, что не 1900. А вот там уже не поймешь, то есть мы, может быть, вернемся и в тот же 1917-й. Почему? Потому что все, что мы обсуждаем, есть какие-то технические элементы, безусловно. Можно к формулам обратиться, которые замечательно Минтруд разработал, и там масса можно интересно спорить, кто понимает профессионалы. Но все-таки суть вопроса, она заключается в двух пунктах всего. Первый пункт – это абсолютная социальная несправедливость. Власть идет на стороне сильного, на стороне тех, кто, прошу прощения, будет жить в старости не на пенсию. Вот, по-простому. Поэтому пенсия – это такая социальная выплата, ну, чтобы там совсем уж так без хлеба не оказались и так далее. И поэтому, когда власть отбирает, допустим, у работающего человека индексацию или, возможно, будет отбирать пенсию и так далее, то она это отбирает не со зла. Она как бы к этому относится, что, ну, человек-то, жизнь-то прожил все равно зря. Мы же понимаем, он же не Березовский, я так назову старыми фамилиями, да, там, не Абрамович. Это, ну, простой такой непонятный человек. Наверное, жизнь прожила зря. Поэтому мы ему платим, чтобы он не умер. Мы добрые люди. Но вот сейчас у нас такой возможности по полностью платить нет и так далее. Просто он был кандидатом наук в тот момент, когда другой варил джинсы. А то, что на самом деле, действительно, пенсионные права возникают из взноса человека и соответствующие заслуги, которые общество себе же возвращает, потому что все будут в возрасте и так далее и тому подобное. Это как бы убирает загадки. То есть у нас пенсионной системы в этом смысле нет. Когда ее можно, когда у нас все время меняются правила и так далее, никто уже не поймет и не скажет, кто чем занимался, что заслужил. Это первый момент. И второй момент, все-таки, даже более, может быть, где-то страшный и серьезный. Ведь, понимаете, почему пенсионеры голосовали? Понятно, потому что, я их понимаю прекрасно, потому что не на что больше надеяться. Они хватаются за государство, за госаппарат, за власть, просто потому что, ну, если уже, так сказать, это последняя соломинка, за которую хвататься и так далее. Но это означает, что никакой стратегии экономической, ведь у нас основы всех денег нет, мы говорим, так сказать, наши выдающиеся председатели правительства говорят, да. Но это означает, что 25 лет деиндустриализации, то есть нету, отсутствует средства зарабатывания для людей. Отсюда, кто работает, получает нищенскую зарплату, работающие бедные и так далее. Вместо дорогого труда, вот во что надо играть, вот стратегия дорогой труд. Никто в это даже не собирает, даже это не обсуждается. Ясно. Василий, опять же таки, говорят там, денег нет, вы держитесь. А я хочу ответственно сказать, деньги есть. С одной стороны, коррупция. Когда одного какого-то полковника за руку ловят, выгребают целыми комнатами деньги, понимаете, и еще не все счета вскрылись. Во-вторых, вот тут интересное исследование, а сколько же у нас в пенсионном фонде работает людей? У нас в пенсионном фонде на 150-миллионную страну работает 122 тысячи человек. Для сравнения, в США, где 350 миллионов населения, работает 60 тысяч человек в пенсионном фонде. Сколько работает Центробанки? У нас 72 тысячи человек. В США 19 тысяч человек. А в более миллиардном Китае вообще 2,5 тысячи человек. Пожалуйста, берите деньги. Это называется перепроизводство правящего класса историками. Это называется, когда у правящего класса очень много детей, и всех в бизнес сунуть нельзя. Приходится их совать то в пенсионный фонд, то в Центробанк, и там они потихонечку делают карьеру, иногда быстро. Поэтому эти рабочие места, они не случайны. Не случайны, и именно поэтому Министерство финансов не будет на них покушаться, а будет покушаться на другие рабочие места. А на рабочие места в системе здравоохранения, образования, науки, вот там. Так вы поймите, что дело же не в этом. Если каждые 2-3 года изменяются условия пенсионные. Поэтому вот эти бедняжки, которые сидят в пенсионном фонде и пересчитывают этот бред с одной формы на другую. Но не пересчитывают, конечно. Они действительно работают. Подождите, но ученые, исследователи недавно посчитали, что для нашей страны, для нашего количества пенсионеров достаточно 14 тысяч в пенсионном фонде. Если бы не менялись условия. Так это только у нас так лихорадит. В мире все спокойно. В мире тоже лихорадится. Если бы условия не менялись, может быть и 5 тысяч хватило. Вам бы поставили, компьютер бы пересчитывал каждое количество месяцев, сколько вам положено. Но если государство меняет условия, чуть ли не каждый год, и нет ни одного нормального нормативного документа, где бы человек вообще мог прочитать, сколько ему положено. Мы вообще предлагали, примите социальный кодекс, пропишите все выплаты, которые человеку полагается. Ведь человек нормальный гражданин. Вот вы знаете, что вам и за что положено? Где вы это можете прочитать? Вот вы, молодой, эффективно работающий, вы не в состоянии прочитать, что вам государство обязано. Авансы зарплаты 10 и 20. Не только. Больше ничего не обязаны. Если вы откроете, вы увидите, что достаточно много, начиная от, скажем, до вашей супруги, пособия по беременности родом на материнские капиталы, пошли льготы и так далее, и заканчивая ритуальным пособием, как это ни грустно. Пропишите это все в одном документе. Примите единый социальный кодекс. Не издевайтесь над народом. Чтобы вносить изменения в пенсионное законодательство, можно было только путем внесения в кодекс и соответствующим решением Государственной Думы, Совета Федерации и подписью президента. А непонятными подписями и приказами. Это туда, это сюда. Потому что у нас с этой системой руководят бухгалтеры. Вот мы же сейчас слышали все. Нам говорят, вот этот счет пришел туда, этот сюда. Пенсия это огромная социальная, стратегическая и политическая проблема. А ее пытаются решать бухгалтеры. А у нас бухгалтеры решили, что ради каким образом? С кого прочее взять, с того и берут. Константин, бухгалтеры, кстати, и отвечают нам. Ну, извините, денег нет. Звучит из Пенсионного фонда России. При этом за 13, 14 и 2 месяца 15 года Пенсионный фонд потратил 14 миллиардов рублей на содержание своих помещений только. На каждого работника, посчитали эксперты, приходится по 17,5 квадратных метров. При условии, что в федеральных органах власти достаточно 9 квадратных метров. Поднимитесь к нам в редакцию. 5-6 метров по регламенту, сколько нам положено, компьютер без излишеств. Понимаете? А там 17,5. Но денег нет. Которые определяют, какова норма помещений. Ну, если уж так говорить, я, наверное, буду непопулярной, но оценка, как бы, Пенсионного фонда, да, если вы будете читать бюджет, сколько тратится на содержание Пенсионного фонда, то на самом деле оказывается, что в процентном отношении цифры-то не очень-то и велики. То есть это порядка 1,5-2%. Если сравнивать с другими финансовыми структурами, сколько они тратят на себя, то там цифры окажутся гораздо внушительнее. И там цифры будут в 10 раз выше. Поэтому, если оценивать эффективность деятельности Пенсионного фонда только по тем затратам, которые он производит на себя, то на сегодняшний день получается Пенсионный фонд самая эффективная система. Но вопрос вы правильно поставили. Избыточность кадров, возможно, да, избыточность может быть помещений. Это только два примера. Пенсионный фонд и Центробанк. Не всегда, да, адекватно. Если вы выезжаете, скажем, куда-то в глубинку, то самое достопримечательное здание оказывается, тем не менее, здание Пенсионного фонда. Вот. Самое отремонтированное, самое ухоженное, самое красивое. Константин, есть предложение провести все-таки аудит Пенсионного фонда. Вот такой настоящий нормальный аудит. Потому что вот не государственные Пенсионные фонды, они все сейчас, Центробанк их всех проверил и сказал, вот это хорошее, это плохие, это тебе надо закрыть. Вот надо проверить Пенсионный фонд. Может, там тоже надо что-то закрыть? Простите, у меня просто когнитивный диссонанс. Когда бабушка приходит снимать с карточки 6 тысяч рублей, заходит в это просто мекку стекла и света, понимаете, в 15 этажей. Я вот из небольшого регионального города. Там вот Пенсионный фонд, понимаете, это что-то вот башня Трампа в местных масштабах. Я согласен, но все-таки давайте пойдем по пути несколько по-другому. Не потому, что все должны жить плохо, а потому, что все должны жить хорошо все-таки. Это, в принципе, неплохо, что человек может прийти в хорошее помещение светлое, может снимать 6 тысяч рублей. Я согласен, что здесь есть диссонанс. Ну, зарплата в Пенсионном фонде самая маленькая. Среди всех этих организаций, которые есть в стране, в Пенсионном фонде самые маленькие. Они раз в 10 меньше, чем в любой организации. Заработная плата действительно в Пенсионном фонде, в Российском Пенсионном фонде, да? Они достаточно скромные, я бы так сказал, да? Они значительно ниже, чем в любом министерстве. Они значительно ниже, стало быть, они альтруисты. И у вас откусим, и себе отрубим. Вкладывают в недвижимость, не в людей. Вот так пенсионный фонд действует. Такая бизнес-стратегия. Поэтому, по поводу аудита, скажем, пенсионного фонда. Аудит пенсионного фонда по существу проходит у нас каждый год. Вот сегодня, скажем, на рассмотрение российской трехсторонней комиссии внесены три бюджета. В том числе и бюджет пенсионного фонда. Все три бюджета социальных фондов. Фонды обязательного медицинского страхования, фонд социального страхования. Каждый год на российской трехсторонней комиссии проходит обсуждение принятия федерального закона о бюджете пенсионного фонда. И принятие законов об исполнении бюджета. Все эти бюджеты проходят через государственную думу. Одно дело формальный аудит, а другое дело приходит счетная палата. А потом мы читаем, что там выкатилась счетная палата. Если мы начинаем по-серьезному разбираться в проблемах пенсионной системы и пенсионного фонда. То на сегодняшний день у нас пенсионный фонд является неким трансфертоагентом по передаче средств. Почему? Потому что на самом деле вот то страхование, о котором мы сегодня говорим, пенсионное, оно в пенсионном фонде занимает 50%. Все остальное занимает как раз исполнение тех обязательств, которые на себя, социальных, которые на себя взяло государство. И использует этот пенсионный фонд как некий трансфертоагент по передаче федеральных денег к пенсионерам. Ну такой простой пример. Устанавливать коротко, пожалуйста. Не всегда пенсионеров. Ну материнский капитал. Почему, скажем, выплачивать материнский капитал идет через пенсионный фонд? А потому что там единственная существующая в стране система персонифицированного учета, которая просто технически может учесть по каждому человеку, сколько каких прав он имеет, какой возраст, где работал и прочее. К сожалению, время программы ограничено. Я выхожу на финальный блиц. Вопрос ко всем. Он один. Просьба отвечать коротко, если такое возможно. Если не коротко, то посвятим этому еще одну программу. Я присовокуплю к вечным русским вопросам. Кто виноват, что делать? Где взять деньги на пенсии? По-вашему? Значит, деньги на пенсию достаточно просто. Пенсия является производной заработной платы. Будут хорошие заработные платы, будет хороший рост экономики, будет работать любая пенсионная система и будут деньги на пенсии. Если нет экономики, если нет заработных плат, вполне очевидно. Сейчас где взять деньги? Сейчас единственное, где можно взять, это только перераспределять те доходы бюджета, которые у нас есть. Спасибо. Тем более, чтобы отказаться от либеральной экономической политики, перейти к политике протекционистской, поддерживать собственную промышленность, ввести заградительные пошлины на иностранные товары, которые могут у нас производиться. Простимулировать внутренний спрос за счет государственных финансов в этой системе. Не просто напечатать деньги, а вот именно в такой системе. И мы увидим, что зарплаты будут расти. И деньги тогда будут и для пенсионеров, и для работающих россиян. А работающие россияне поверят в то, что они получат когда-либо пенсию. Спасибо. Коротко, пожалуйста. Нужно менять курс, нужна форсированная новая индустриализация и коренным образом пересмотреть социальную философию, создать социальный кодекс, где люди все будут понимать, кто что и сколько. Спасибо. Нужно повышать численность рабочих мест, повысить, медленно начать повышение пенсионного возраста, и повысить зависимость размера пенсии от уплаченных взносов. Так, чтобы не получалось, что социальная пенсия равна трудовой пенсии. Работал, не работал, а выплаты одинаковые получаются. Вот как только мы создадим стимулы уплаты взносов в пенсионную систему, так вот эти самозанятые сами и выдат из тени. Но пока мы делаем все в обратную сторону. Спасибо. Ну, на сегодняшний день, безусловно, по щелчку решить эту проблему невозможно. Необходимо определенное время. Смотря кто щелкает. Да, нет, ну, надо иметь в кармане что-то, чтобы щелкать, потому что если в кармане пусто, то щелкает, не щелкает, платить нечем. Я думаю, что значительную роль мы недооцениваем на сегодняшний день государственных пенсионных фондов. Они могут взять на себя большую долю инвестирования средств и перейти от временщиков, чиновников, которым все равно лишь бы удержаться в своем кресле, перейти к реальной экономике в этой сфере. Не государственные, я понял. Я думаю, что сегодняшнее обсуждение показало два очевидных факта. Первое, что вся концептуальная модель, которую мы обсуждаем, она бесплодна и бесперспективна. Там повысить, там повысить и так далее. Так где взять деньги? Это первое. Второе. Деньги есть. И есть в российской экономике. Но для этого нужно модель пенсионного фонда стоить совершенно по-другому. О чем, кстати, предлагает наша партия, российская партия пенсионеров. Спасибо. Ну и напоследок, пища к размышлению. РБК провело оригинальное, на мой взгляд, исследование. Они изучили Думу седьмого созыва. И вот среднестатистический депутат наш выглядит следующим образом. За пятнадцатый год он заработал 23,5 миллиона рублей. В банке у него лежит почти 70 миллионов. У него есть квартира, которая метражом 81 квадратный метр. И дом 190 квадратных метров. А также участок больше 380 квадратных метров. У него две машины. 1,9, если быть точным. Ему 52, не судим. Я окончил вуз. Исходя из этого, я хочу по некоторым кандидатурам задать вопрос. А, собственно, что они вообще знают о пенсиях? Например, Василий Власов из ЛДПР, которому 21 год. Что он знает о пенсиях? Или Андрей Палкин из Архангельска, который за 15-й год заработал полтора миллиарда рублей в Архангельске, которого 60 квартир и 200 транспортных средств, среди которых, кстати, и рабочая техника. Ну или, например, Леонид Симоновский, 87-я строчка Форбс, почти миллиард рублей. Миллиард долларов, простите. Или Николай Борцов, у которого полмиллиарда долларов. Или Александр Скоробогатько, у которого 2,3 миллиарда долларов. Ну или Гаджимурат Амаров, который зарегистрировал дом площадью 3200 квадратных метров. Вот все они, что они знают о пенсиях? Сегодня звучали мнения экспертов. Я напоминаю, что правда никому никакого мнения не навязывает. В конечном счете выводы делать вам. Будьте с нами. Всего доброго.